Факт незаконной установки деревянных строений на пляже мобильной группы управления муниципального контроля выявили в ходе своей ежедневной работы мониторинга территории курорта, открывшаяся на одном из участков Витязевской косы картина, весьма красноречива. В метрах ста от уреза воды расположились так называемые «домики», которые, судя по рекламному баннеру, были готовы к сдаче в аренду отдыхающим. На самом деле это бытовки для одного или нескольких человек. Из всех благ цивилизации деревянный туалет и душевая, вокруг территории горы мусора. За домиками складированы сломанные пластиковые лежаки, разбитые мангалы и стройматериалы. На момент внезапной проверки муниципального контроля в одной из бытовок оказались двое мужчин. Предоставить разрешительную документацию они, естественно, не смогли. И выйти на связь с нелегальным застройщиком тоже. Хотя и хозяин деревянных бунгало вряд ли смог бы найти необходимые документы. Об их оформлении он и не думал, а вот развитие своего нелегального бизнеса продумал в деталях. Судя по находящимся на участке строительным материалам, самовольщик планировал увеличить количество домиков, а также построить торговую точку. Но этим планом сбыться не суждено. Администрация Анапы подготовила и направила в суд исковое заявление о приостановке незаконной предпринимательской деятельности и освобождении муниципальной земли. Контрольные мероприятия управления муниципального контроля продолжаются. По итогам прошлой недели составлено 74 протокола. Зафиксировано 55 нарушений правил торговли, 16 нарушений по вопросам благоустройства и 3 в сфере землепользования.